Именно Ставропольское областное телевидение стало инициатором заключения договора о сотрудничестве с нашим телеканалом. Как пояснили коллеги, их заинтересовали телепроекты, с которыми они познакомились на сайте Юргана. А еще сама республика, ее бескрайние просторы, девственная природа и самобытность Комикрая. Слава Богу, уровень растет и есть очень достойные проекты. И всю эту красоту мы покажем на наших экранах. Сотрудничество обещает быть долгим и плодотворным. Стороны пришли к мнению, что обмен программами – только первый шаг на пути к более глобальным проектам. Ведь Ставрополь – радушный и гостеприимный край, который стал вторым домом для многих выходцев из республики Коми. Мы всегда были открыты и остаемся открытыми во взаимных отношениях с нашими партнерами, с телекомпаниями регионов. Поэтому сейчас охотно приняли предложение Ставропольского областного телевидения. Полагаю, уже в ближайшее время на эфире областного телевидения Ставрополя выйдет наша программа «Отдыхаем в Коми» и другие проекты, которые мы сможем нашим коллегам предложить. В свою очередь телезрители нашего канала узнают о ставропольских красотах. На Юргане выйдет проект «Поедем на курорт». Возможно, для многих эти программы станут подсказкой, где провести отпуск. И вместо турецкого или египетского направления жители Коми выберут российский курорт. Следующая остановка. Все, все, расселся. Пойдем быстрее, мы уже приехали. Пойдем, пойдем. Ведущие программы, путешествуя по родной земле, знакомят телезрителей со Ставропольским краем. К примеру, выезжают в Кисловодск. Второй в России после Сочи – больнилогический и климатический курорт. Благодаря хребтам, в долине которых расположился город, здесь почти не бывает ветра. По-другому его еще называют городом солнца. Наверное, поэтому в разное время частыми гостями здешних курортов были исторические личности – писатели, полководцы, политики. Красота этих мест уже много веков вдохновляет поэтов и писателей. Гора Кольцо упоминается Михаилом Юрьевичем Лермонтовым в романе «Герои нашего времени». И предлагаю сейчас прочесть эти строки. Ну, сейчас, Аня, только ты прочитай на русском, а я прочитаю на английском. Хорошо. Продолжение следует... Здесь, как и в Ставропольском крае, тоже есть горы. Но Полярный и Приполярный Урал – это дикие, первозданные места, защищенные от посягательства человека, само ЮНЕСКО. Здесь не отдохнешь, в горном кафе не выловишь рыбу из местных рек. Зато экстрима хоть отбавляй. Темы привлекательны для туристов всего мира наши горы. Мистические, непредсказуемые и неповторимые. Навесная переправа, ощущения очень крутые. Нужна сила, ловкость, чтобы потянуться в конце. Ведущие программы «Отдыхаем в коме» путешествуют не только по городам республики. Своё особое очарование дарят сельские туристические маршруты. Самые интересные, таинственные и самобытные места ознакомят гостей с традициями и праздниками коренных народов. Вот такой уж сыримский костюм, встающий в прокат на горку, можно взять в местном доме культуры. Туристические проекты о коме наверняка подвигнут жителей Ставрополья лично познакомиться с северным, но гостеприимным регионом, богатство которого не только в кладовых матушке природы, но и в людях, которые радушно встретят гостей на северной земле. Ольга Коняева, телеканал Юрган при поддержке Ставропольского телевидения.